вот такая хулиганка ты чего меня кусаешь моя девочка моя девочка ты моя девочка моя девочка Всем привет, это канал Хочу Жить. Сегодня хотел бы поговорить про свою кошку, ну и вообще в целом про животных, к чему животные могут научить человека. Вот у вас есть животное, вы понаблюдайте за ним. Это, во-первых, растяжка. Я вот наблюдаю каждую, ну почти каждый день за своей кошкой. Она спит часто, но когда она просыпается, она делает растяжку, она растянет все тело. И я глядя на ее тоже, ну как бы я и знаю, но я понимаю, что это правильно. Просто я смотрел как-то в ютубе видео, не буду сейчас говорить какого блогера. В общем, у него он сказал, что растяжку делать с утра и вообще зарядку это как бы неправильно, что какие-то там ученые сказали. Естественно, я ученым не верю вот так вот, в этом, по крайней мере. Организм возьмет это. Он возьмет болезнью. Он возьмет столько времени, сколько ему надо будет. Я уже об этом говорил много раз. Он возьмет свое. И вы обязаны будете дать ему время. Потому что он будет болеть. И вы, соответственно, тоже будете болеть. Поэтому я трачу 40 минут каждое утро на зарядку. Из них минут, наверное, 20 на растяжку. 20 или 15. Ну, в средний этап 20. Потом, чему я еще учусь у кошки? Еду она определяет. Я на ней проверяю. Колбасу я вообще не ем, в принципе. Но иногда бывает. Сиди же столом и жена купит какую-нибудь колбасу. Ну и приносит. Я говорю, что там купила. И она дает кисе и попробует кусочек. И киса, если ест с удовольствием, допустим, то значит колбаса съедобная. Как-то я помню, витчину куреную. Вот она едала и она ела. Значит съедобная. А если киса убегает и отворачивается, то значит не стоит есть эту колбасу. Потому что животного не обманешь. Его нельзя покупать галатоматом натрия или другими вкусовыми ежками. Нельзя. Это только человека можно. Это наш мозг так устроен. Он такой вот. Он пока не обучен, но он вот именно такой, как в этом видео. Существенно. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. У животного немножко другой мозг. Чему я еще у него учусь. Вид, смотрите из окна. Она вот постоянно вводится в окошко. Особенно поутру на кухню. когда народу нет машине смотрит на природу вот я тоже на ней глядя тоже стал смотреть и действительно там много красиво можно увидеть я каждое утро вставил голубей они летают и кружат напротив соседнего дома ну точнее напротив моего окошка они над соседним домом летают прям очень красиво также еще я когда занимался трейдингом ну сколько я года три назад занимался у меня тогда еще другое мышцы не было и я как бы не мог еще учиться у нее так вот как сейчас могу и вот спокойствия мне нужно было ее спокойствие и ее выдержка она как раз трейдинг нужно чтобы ждать момент когда сделка будет твоя там упадет или цена упадет или поднимется там может быть такая ситуация что цена падает и падает и падает и падает вы уже все вы думаете вы все потеряли и тут резко она взлетает и вот этот момент надо ждать там определенная ситуация к этому предрасполагает ну ладно долго объяснять я сам три года я учился я и то я до конца не понял все очень сложно но почему я забросил да просто ну с маленькими деньгами там нечего делать там играют тысячами долларов сотни тысячи долларов миллионы долларов а с такими деньгами как меня там делать нехто поэтому я перестал заниматься трейдингом завел youtube канал решил двигаться в другом направлении также я еще пишу книги написал вот сейчас пишу вторую но сейчас время уличка их на нее встает но я все равно каждый день и 20 минут уделяю на книгу независимо на что несмотря на что какие у меня дела что я делаю занятые 15 20 минут я уделяю каждый день вот так вот ну а в конце вас ждет моя тренировка им пока ставьте лайки оставляйте комментарии дизлайки тоже ставите что это можно и ставьте лайки оставляйте комментарии всем пока и 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 Продолжение следует... Продолжение следует...